Раньше такой турнир носил статус мастерского, но уже много лет здесь соревнуются только девушки, не достигшие 18 лет. После совершеннолетия им прямая дорога во Владивостокскую школу Олимпийского резерва Амазонки. Пока же девчонки набираются опыта здесь. Этот год был достаточно продуктивным для уссурийских амазонок, потому что, если брать, например, Спартакеаду, главные соревнования, как говорится, по спорткомитету, по всем, то уссурийские девочки, 50% – это сборная Приморского края, которые едут на Россию. То есть 50% – Владивосток и 50% – уссурийские амазонки. В турнире участвовали в основном приморские спортсменки, но были гости и из-за пределов края – из Комсомольска на Амуре и Читы. Практически в каждом финальном поединке за золото боролись уссурийские санвистки. Золотых медалей в итоге восемь, серебряных – лишь две. Награды наивысшего достоинства завоевали две малышки – Вероника Долженкова и Лиза Бугаенко – воспитанницы Андрея Легуты. Его же подопечная Марина Харсеева из Краснояровской школы закончила финальную схватку очень быстро. В финальной схватке я выиграла болевым приемом, потому что я была уверена, что я выиграла. Айгуль Хабирова, Анна Кожевникова и Полина Двухречная тоже стали обладательницами золотых медалей. Тренирует девушек Елена Селезнева. Под руководством Виталия Дрозда победили еще две самбистки – Дарья Бабюк и Екатерина Хигай, которой в финале пришлось бороться с Ирадой Бабаевой – сильной уссурийской спортсменкой. Обеим девушкам этот поединок дался тяжело. Нам, конечно, было бороться тяжело за первое место, потому что мы с одного города, ну и тренируемся в одной команде. И, конечно, легче было бы бороться с другого города, с девочкой. Но так получилось, что мы вышли в финал вместе. Со своей командой, конечно, тяжело бороться, ну, тяжелее, чем с других команд. Ну и не получилось полностью выложиться. В итоге первое общекомандное место заняла уссурийская команда, на втором – самбистки поселка Пограничного, и на третьем – спортсменки города Читы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова